всем привет уважаемые зрители и подписчики сегодня хочу показать вам еще одну посылку который сегодня получил это одна из самых популярных сейчас приставок очень достойная tv приставка сейчас мы распакуем конкретно покажу что имею ввиду ну собственно как вы уже наверно поняли эта приставка сейчас одна из самых ходовых самых продаваемых это бюджетник но очень популярный выглядит упаковка таким образом информации принципе здесь немного есть 4k кодек 265 вайфай имеется 3d поддержка ddr3 память 2 гигабайта есть и 1 гигабайт но лучше 2 брать один не рекомендую брать этот тормоз ну и в общем память 16 и 8 опять же здесь 16 так соответственно если два и процессор s905w который современный сейчас в основном идет android последний 71 это распаковка упаковочка довольно презентабельная сейчас он сразу посмотрим что в комплекте идет с ней комплектацию так сказать комплекте поставляется еще вот такой блок питания блок питания стандартный на 2 ампера и 5 вольт таким вот толстеньким штекером но стандартный в основном большинство в основном большинство приставок именно такой блок питания поддерживает так что если что можно будет от другого взять так есть пульт управления пульт довольно такой вот маленький компактный с кнопками там переключения как для тв например очень неплохой вообще очень классный дизайн сделан в руке держится отлично вот эти кнопочки прорезиненные это чувствуется что-то резина все эти кнопочки прорезиненные середины все средние тоже получается питается от двух батареек типа 3а которые обычно в комплекте не идут имейте ввиду нужно докупать батарейки отдельно никто комплект не может почему-то hdmi кабель типа а около метра стандартный с двух сторон типа а для подключения к телевизору ну и собственно инструкция инструкция маленькая общем никому не нужная дальше перейдем к самой приставки приставка выглядит вот таким вот образом она довольно тяжелая ну так же как и сиоми тоже одна всеми тоже была маленькая не бокс это же было очень тяжелая здесь примерно тоже здесь стоит хороший радиатор принципе который охлаждает нормально хоть и здесь нет вентиляции как такой но здесь хороший радиатор он принципе спасает от нагрева модель от фирмы tanix как вы уже видите спереди имеется здесь просто загораются часики такие для мини информация получается ножика дисплея и также видно что здесь включен индикатор питания с правой стороны имеется слот для micro sd карточек micro sd карточки поддерживает sd карточки флешки до 128 гигабайт то есть огромное то есть не просто до 32 как в основном часто бывает или до 64 до 128 это уже хорошо два юсб порта версии 2.0 но тоже можно подключать и различные флешки юсб различной емкости также можно подключать жесткий диск по моему до двух терабайт вот и сзади у нас имеется еще вот несколько таких портов в принципе все самые нужные аудио видео то есть подключает для подключения можно подключить и как наушники гарнитуру примеру так и в колонке 2.0 примеру тоже можно подключать кстати поддерживает тоже 5.1 звук тоже также есть можно подключать к и старым телевизором через кабель который обычно в комплекте никогда уже не идут когда-то еще они были раньше в этих боксах еще давно но сейчас уже давно заменили их на hdmi кабели этот кабель можно докупить если кто желает в любом магазине там т.в. или какой-то там электроники он выглядит таким образом что здесь включается как наушники такой 3.5 джек с другой стороны три тюльпана разного цвета два на аудио один на видео получается дальше перейдем оптический выход для оптических различных там модных модной акустики тоже кстати 5.1 дальше lan разъем для подключения интернета напрямую с провайдера с интернет кабелем или можно подключать с помощью вай-фая здесь вай-фай тоже встроенный имеется но если у кого нет роутера или вай-фая то можно подключать напрямую кабелем без проблем интернет будет и собственно разъем hdmi версии 2.0 для подключения к телевизору ну и собственно 4k тоже спокойно тянет прием сигнала потом идет последний разъем это у нас питание собственно в розетку для приставки что то чтобы она питалась питание имеется в комплекте последняя сторона ничего не имеет снизу 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 просто вот такая вот матовая поверхность кстати здесь вот как видите дырочка для reset то есть брос например можно зайти в меню системное меню recovery через нее но это для тех кто знает что то такое если кто не знает лучше туда не заходить потому что можете что-нибудь сделать не то и вас потом приставка или не включится или потом что-то случится также резиненные ножички такие полностью прорезиненные для того чтобы устойчиво стоял на поверхности где он там будет стоять у вас этот тиви бокс так приставка весит где-то около 430 грамм то есть для такой маленькой приставочки это довольно тяжелая почти пол килограмма сама приставка плюс комплектация это довольно неплохой вес такой получается ну кратко пройдемся что конкретно имеется в себе эта приставка ну то есть как я уже сказал здесь android 7.1.2 последняя версия седьмого android это очень хорошо также здесь стоит 2 гигабайта оперативной памяти и 16 гигабайт стройной памяти бывает еще 1.8 но я не опять же говорю не рекомендую также стоит четырехъядерный процессор от mlogic s905w cortex 53 до 2 гигагерц каждое ядро процессор в принципе современный в последнее время в большинство четырехъядерных их приставок именно такой процессор используют в связке с ним идет графический графика в общем видео чип это mali 450 довольно неплохой принципе чип нормально тянет даже игрушки даже тяжелые игрушки в принципе тянет нормально в общем можно даже на нем играться будет также здесь стоит вай-фай версии 2 и 4 гигагерца и также есть bluetooth версии 4.1 bluetooth это хорошо потому что часто не часто точнее в таком процессоре с 905w имеется bluetooth так что имейте ввиду здесь он имеется что можно подключать к различные геймпады также есть поддержка 5.1 звука как я уже сказал поддержка dvd и потом поддержка практически любых форматов то есть он может тянуть практически любые форматы там как и аудио так и видео так и фото в общем приставка такая вот универсальный блок то есть такой вот себе практически универсальный медиа центр через который можно смотреть что вам захочется примером более подробно я сделаю отдельно видео подключу ее к телевизору и покажу как он выглядит в подключенном видео уже отдельно потому что это просто это пока что только получил не забудет ее проверить и тому подобное у меня принципе они уже раньше были я могу сразу сказать что это приставка отличная и по характеристикам и по надежности так что похвалить ее точно сразу могу где я покупал ссылку конечно скину под видео где кто хотите можете купить кто не хотите можете выбрать что-нибудь за другое принципе я никого не заставляю но в принципе продавец отличный быстро отправил посылку отправил практически сразу доставили за две недели что удивительно очень быстро приехала так что я в принципе очень доволен рекомендовать конечно рекомендую а пока что пока что всем пока до скорых встреч подписывайтесь ставьте лайки пока и Субтитры создавал DimaTorzok